Египет запретили, Турция и Тунис под вопросом. Где теперь будут отдыхать калининградцы? Усиление ветра и непрекращающийся дождь. Городские службы готовятся к новому шторму в Калининградской области. Макулатуру сдали, детям помогли. Акция первого городского канала подошла к концу. Студенты остались без преподавателя. На Балтийской трассе насмерть сбили профессора КГДУ. Страсти Христовы закончены. В Калининграде подходит к концу роспись Кафедрального собора Христа Спасителя. О том, что интересного в городе и области произошло в четверг, 12 ноября, вы узнаете в ближайшие минуты. В эфире первого городского службы новостей город. Меня зовут Николай Храмов. Здравствуйте. И главной теме. Из отпуска специальным рейсом и без багажа. В Храброво накануне вечером приземлился самолет с туристами из Хургады. В аэропорту их встречали родные и друзья, представители МЧС, психологи и журналисты. Сейчас все туристы, которые улетели в Египет из Калининградской области, вернулись в регион. Туроператоры уже заявили, что прорабатывают альтернативные маршруты отдыха. Съемочная группа первого городского встретила туристов в аэропорту, а также узнала, как теперь калининградцам планировать новогодние каникулы. О трагедии в Египте калининградец Владимир Моторин узнал за два дня до вылета. Долго сомневался, не отложить ли отпуск, но вместе с женой решил, снаряд дважды в одну воронку не попадает. И в итоге не пожалел. Он стал одним из последних россиян, кому удалось отдохнуть в Арабской республике. Отели были пустые. В основном немцы, англичане, французы. В русских процентов 70 было точно, по крайней мере в нашем отеле. Уезжали уже, все лежаки пустые практически. Прибывшие из Хургады калининградцы рассказывают, в Египте хоть и пустеют отели и пляжи, но все равно обстановка спокойная. Паники в связи с катастрофой на Синае нет. Единственное, только из других отелей переселяют в другие отели, где больше всего народу. Поэтому так все очень хорошо. Мы очень хорошо отдохнули, загорели. Нам очень понравилось. Анастасия с сыном и еще 232 пассажира самолета вернулись в Халининград только с ручной кладью. Ограничение по весу в 5 килограммов не понравилось многим. Ведь погода на Балтике уже по-настоящему осенняя, а теплые вещи занимают много места. Багаж, было принято решение, что багаж следует отдельно от пассажиров и будет прибывать в аэропорт Внуково самолетами МЧС. Дальше сортируется и уже к месту проживания, к тем адресам, которые указали, вы видели, заполняли специальные документы, к тем пассажирам, которые указали, будет доставляться либо почтой России, либо можно будет получить их в аэропорту. Несколько фотографий багажа без маркировки уже опубликованы на официальном сайте Внуково. Во всех аэропортах работают оперативные группы сотрудников МЧС, как в Египте, так и в России. До запрета полетов Арабская республика была самым популярным направлением у калининградцев. Сейчас в Министерстве туризма срочно ищут альтернативу недорогому отдыху. Есть другие направления, которые сейчас туроператоры активно прорабатывают. Обещали в течение двух недель уже дать достаточно интересные предложения именно по замене Египта. А сейчас пока предложение – это полететь в Турцию. Вот завтра рейс улетает, и улетает полный рейс, кстати. Но спешить не стоит. Сегодня депутаты от партии КПРФ попросили президента временно запретить полеты в Турцию и Тунис. По мнению коммунистов, отдых в этих странах также небезопасен. Дальнейший анализ наиболее опасных авиамаршрутов указывает на необходимость запрета авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Турецкой и Тунисской республик. За неполный год в Турции произошло семь терактов. В Тунисе же в июне в городе Сус было совершено нападение на два прибрежных отеля. Коммунисты предложили, Совет Федерации поддержал, хотя Турция – направление номер два в рейтинге туроператоров. Правда, цены чуть выше, а погода сейчас хуже, чем в Египте. Но несмотря на это, Средиземноморье пользуются спросом у калининградцев. И если запретят полеты еще и в Турцию, новогодние каникулы за границей сможет позволить себе далеко не каждый. Можно предложить несколько вариантов. Они будут немножко дороже, но хорошо. Это Таиланд, это Вьетнам, Индия, Гоа и Арабские Эмираты. Юго-Восточная Азия – это как раз та альтернатива пляжному отдыху, о которой говорят в Министерстве туризма. Сегодня подумывают даже открыть прямые рейсы из Калининграда по самым популярным направлениям. Прежде всего, это Таиланд и Вьетнам. Вот только такой отпуск будет стоить значительно дороже. Цена тура в Азию по сравнению с Египтом выше на 40%. На Кубу и в Доминикану – в два раза. С ростом курса евро отдых в Европе тоже может позволить себе далеко не каждый. Турция и Тунис под вопросом. Что касается России, то из Калининграда в зимние каникулы обычно летят только на горнолыжные курорты Сочи. Получается, что как ни выбирай, в этом году пляжный отдых значительно подорожает. Ольга Федорова, Светлана Федорова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей город. К этому часу стало известно, что новое направление для туристов уже открыто. Теперь калининградцы смогут летать и в Азию. А теперь к другим темам. В полной боевой готовности сейчас находятся моряки, энергетики, спасатели и автоинспекторы. В общем, практически все службы города. В Калининградской области ожидается сильный дождь, туман и ветер. Еще в начале недели в Калининграде на 12 ноября прогнозировали ураган. В итоге синоптики успокаивают. Порывы ветра в городе не превысят 17 метров в секунду, а на побережье 20. Поэтому штормовое предупреждение отменили. Но зная капризную калининградскую погоду, городские службы решили из режима повышенной готовности пока не выходить. Сейчас у нас отключенных потребителей на данный момент нету, но мы сохраняем такой особый режим работы, потому что мониторим погоду, впереди могут быть усиления ветра и так далее. Поэтому все находятся на рабочих местах. На данный момент на дежурции находятся 40 бригад, 40 автомобилей, 110 человек личного состава. Автоинспекция, в свою очередь, предупреждает всех водителей. Не оставляйте машины вблизи деревьев, рекламных щитов и ограждений. Кроме того, помните, осадки и туман ухудшают видимость. В избежании аварии снижайте скорость и избегайте резких маневров. Александр Ирошук ищет 70 миллионов рублей на ремонт дома, а ГИБДД начнет работать под прикрытием. Подробнее об этих и других новостях расскажем далее короткой строкой. Движение на площади Василевского полностью открыли. Накануне рабочие нанесли разметку, а уже сегодня разрешили выезд на кольцо с улиц Невского 9 апреля и Литовского вала. Заработали и все новые светофоры. Пешеходам на пересечении проезжей части отводится 25 секунд, тогда как машины едут полторы минуты. На Калининградские дороги выйдут тайные патрули. В следующем году сотрудники ГИБДД планируют ловить нарушителей на автомобилях без опознавательных знаков. Засекреченные машины ДПС оборудуют видеорегистраторами, а за рулем будут сидеть инспекторы в штатском. Эта идея принадлежит МВД России. Дорожные полицейские начнут работу под прикрытием по всей стране. Многоэтажку на Московском проспекте не снесут. Накренившийся дом планируют реконструировать в течение года. Об этом сегодня заявил Александр Ярошук. По словам мэра, ремонт будет стоить около 70 миллионов рублей. Глава города пока не знает, где взять эти деньги, однако обещает их найти. По избежанию повторения ситуации специалисты обследуют соседние дома. 12 ноября в кинотеатре «Заря» в прокат вышел новый фильм про Джеймса Бонда «Спектр». За первые дни показа во всем мире картина собрала больше денег, чем предыдущие серии «Виндианы». К слову, фильм уже попал в книгу рекордов Гиннесса за самый масштабный постановочный взрыв в кино. Отзывы на самом деле очень разные. Некоторые считают, что он немножко затянут, некоторые считают, что сюжет у него как-то простоват. Вот другое дело, что все соглашаются с тем, что с точки зрения вот визуальной, вот прям жить и находиться два с половиной часа внутри этого фильма, вот удовольствие совершенно колоссальное. Особенно, когда вот такая погода на улице, ты про сюжет вот эти вот два с половиной часа вообще не думаешь. Ты просто вот растворяешься глазами, ушами, потому что саундтрек потрясающий, то есть и все. Приключения спецагентов в сопровождении оскароносных актеров будут показывать ежедневно в кинотеатре «Заря». Цена билета – 250 рублей. Поздравь маму в эфире Первого городского. Ко дню матери Первый городской канал запустил новую акцию. Выкладывайте фото ваших мам в нашу группу ВКонтакте. Признавайтесь в любви, поздравляйтесь с праздником, пишите теплые слова. В ноябре Первый городской выберет «Лучшее поздравление». В нашем эфире появятся видеоролики с фотографиями и признаниями. А героини самых интересных историй станут и героинями сюжета в программах Первого городского канала. Генеральный партнер акции – ресторан «Макдональдс». Макулатуру сдали, детям помогли. Акция от Первого городского канала по сбору макулатуры подошла к концу. Совместными усилиями Первый городской и компания «Форест» помогли шестимесячной Николь Леонтьевой. У малышки поражен головной мозг, синдром Веста, а также эпилепсия. На протяжении двух месяцев Первый городской канал и компания «Форест» собирали макулатуру в разных офисах. Рекордсменом акции стала компания «Вестер». Подобные проекты могут сразу решать несколько проблем. Это утилизация макулатуры, забота об экологии и при этом можно помогать детям. В течение одного дня Вестер собрал более 3,5 тонн макулатуры и все собранные средства пошли на помощь ребенку. Одно из лидирующих мест в сдаче макулатуры заняла компания «Александрия», которая получила приятный сюрприз. Виктория, от лица компании «Форест» разрешите поздравить вас с победой в акции по сбору макулатуры, которые организовали Первый городской канал и компания «Форест». Мы дали вам подарочную карту-комплимент. Пользуйтесь с удовольствием. Спасибо большое за подарок. Мы рады были помочь девочке. В дальнейшем мы всегда будем участвовать в ваших акциях. После посещения всех участников акции мы отправились поздравить и передать подарки малышке Николь и ее маме Татьяне. Здравствуйте, здравствуйте, Татьяна. Привет, Николь. Мы к тебе пришли не с пустыми руками. Татьяна, мы хотели бы вам вручить подарок. В течение двух месяцев проходила акция по сбору макулатуры. Все вырученные средства от ее продажи мы приготовили для вас. Огромное спасибо организаторам акции, Первому городскому телеканалу, группе компании «Вестер», компании «Форест» и всем, кто принимал участие в этой акции. Огромное вам спасибо. Ну и последнее слово за организаторами акции. Со своей задачей я считаю, что справились успешно. Вдохновившись этой идеей, то есть мы запускаем новый проект «Экомарафон». Сроки акции до мая 2016 года. Самым активным будут вручены призы. А главным подарком для калининградцев будет посадка молодых деревьев. Мне хочется поблагодарить от всего сердца, от всего нашего коллектива, всех наших партнеров, которые откликнулись на эту акцию и приняли в ней участие. Первый городской канал по-прежнему будет радовать калининградцев подобными акциями, потому что они, конечно же, сплочают коллектив, укрепляют корпоративный дух и помогают совершать добрые дела. Следите за новостями первого городского телеканала. Скоро стартует новая акция, с помощью которой можно будет спасти не одну жизнь. Павел Яркович, Назим Габибов, служба новостей, город. Вы смотрите службу новостей, город, и мы продолжаем. Придавило строительным краном. Накануне 11 ноября на улице Аксакова во время работ погиб 20-летний рабочий, гражданин республики Кыргызстан. Металлическая стрела не выдержала груза и упала на землю. В это время строитель заливал бетоном фундамент. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас идет расследование. Эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Вечером в среду серьезная авария произошла на Московском проспекте. Легковушка буквально обняла столб. Очевидцы сообщают, что не иначе как чудом. ДТП обошлось без жертв. На место происшествия незамедлительно прибыли скорая и МЧС. Спасатели с помощью инструментов извлекали людей из груды покореженного металла. Пострадали 21-летний водитель, который не справился с управлением, и два пассажира. Их доставили в больницу. Сегодня утром на трассе Калининград-Балтийск насмерть сбили пешехода. Погибшим оказался 79-летний доктор сельхознаук Юрий Петрович Парашкин, профессор КГТУ. По предварительным данным, мужчина пересекал дорогу в неположенном месте, в 50 метрах от пешеходного перехода. Еще одно смертельное ДТП произошло на гвардейской трассе. Легковушка врезалась в дерево. Один человек погиб, трое в больнице. И вновь контрабанда на границе. Калининградец пытался провести в Литву почти 6,5 тысяч пачек сигарет. Запрещенный товар он спрятал в газовом баллоне. До тайника сотрудники таможни добрались не сразу. Пришлось демонтировать сидение и снимать обшивку с пола. Задержания производились при помощи фонарика, набора ключей и отверток. С начала 2015 года должностные лица Калининградской областной таможни задержали 659 тысяч пачек сигарет, что составляет более 13 миллионов штук. Сам водитель сообщил, что понятия не имеет, откуда в его машине взялись табачные изделия. Его имущество задержано, составлен административный протокол. Грабеж с кастетом. Полиция задержала трех калининградцев, которые накануне вечером нападали на прохожих. Злоумышленники подходили сзади, били по голове и отбирали ценности. Три мобильных телефона, планшет, сумка и кошелек. От их рук пострадали три человека, двое из которых с тяжелыми травмами сейчас находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор. Решается вопрос об аресте. Кирилл Попов, служба новостей город. И к другим темам. С очередным визитом в Калининград приехал генконсул Казахстана в Санкт-Петербурге Ермек Примбетов. На встрече с Николаем Цукановым он обсудил продуктовый и сельскохозяйственный импорт и экспорт, а также дальнейшее сотрудничество. За первое полугодие 2015 года наш регион обменялся с Казахстаном товарами почти на 17 миллионов рублей. Но именно казахской продукции в нашей области продали меньше. Сейчас, по словам генконсула Ермека Примбетова, появилась возможность эту сумму увеличить. На сегодняшний день Казахстан является все-таки сельскохозяйственным, в смысле, страной. Очень большие объемы свыше 20 миллионов тонн зерна мы производим, очень большие объемы мы мясо производим. Поэтому здесь в этом плане тоже хотелось бы, может быть, посмотреть все-таки поставок этой продукции в Калининградскую область. Это первая встреча генконсула с Николаем Цукановым. Сейчас в планах правительства увеличить не только экспорт калининградских товаров, но и завести на местные рынки зерно, мясо и другие продукты из Казахстана. Скорее всего, морскими путями. Команда из 30 человек и 7 месяцев кропотливой работы. Роспись северо-восточной части Собора Христа Спасителя закончена. Теперь прихожане смогут в ярких красках рассмотреть сюжеты о последних днях земной жизни Иисуса Христа. 14 ноября страстной цикл оценит и патриарх Кирилл. В эти выходные святейший приедет с рабочим визитом в Калининград. Роспись выполняли особенными масляными красками. От этого настенные истории выглядят более реалистичными. Драматичность картинам, по словам главного художника Андрея Куркова, добавляют и выбранные цвета. Цветовая гамма построена на сочетании такого бирюзового, даже если точнее сказать, аквамаринового, и холодных красных, вот таких коралловых. Справа от алтаря, вот наиболее такой радостный цикл, это Пасха. Вот иконы Пасхи изображены, вот, и, соответственно, и краски будут более радостные. Библейские сюжеты на стенах вертикально и горизонтально зависимы между собой. Сегодня роспись пасхальной истории практически закончена, и уже монтируются строительные конструкции в северо-западной части храма. Однако все работы завершат не раньше, чем через два года. Какого цвета самый вредный код? Чем удивил Калининград известного актера? И как поднять настроение в дождливую погоду? Это и многое другое сегодня обсуждали пользователи социальных сетей. Этот ребенок и не подозревал, что его ждет, когда они с мамой пришли в ЖЭК. Радуйся, малыш, что можешь себе позволить беззаботно вздремнуть. В будущем тебя ждет не одно государственное учреждение с очередями, комментируют пользователи. Это видео лучше всего охарактеризует название лодочного общества. Где это произошло? Дельфин. Последствия шторма на Балтике запечатлел актер Павел Прилучный. Властвуй и доминируй. По всей видимости, жизнь серого кота проходит под таким девизом. Борьба за уютную коробку проиграна, но вот от конкурента по миске он явно избавился, шутят в комментариях. А вот такие коты у пользователей вызывают лишь умиление. Неизвестный автор решил поднять калининградцам настроение в непогоду и расклеил несколько таких объявлений по городу. Присоединяйтесь к нам ВКонтакте, группа Первый городской канал, участвуйте в конкурсах и розыгрышах и делитесь фото и видео с хэштегом Первый городской канал. Рабочая неделя подходит к концу. Калининградцы радуются и делятся своими хорошими новостями. Дройняшка родила, вот это новость. У моего брата родила жена. Ну, я стал чемпионом области по боевому джиу-джитсу. Во-первых, хорошее настроение, во-вторых, сегодня очень много сделано. Суд выиграл, все, что еще нужно для работы. Девушку нашел. Хорошие новости. Оформляю квартиру в собственность. Штормовое предупреждение отменили, но дождь и ветер по-прежнему гостят в области. С прогнозом погоды на завтра вас познакомит наша ведущая Анастасия Загоскина. Здравствуйте. Завтра последний день рабочей недели. По народному календарю 13 ноября, Никодин и Спиридон. На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закутые. Охотники также пользовались почетом. В это время они выходили на зайчью охоту по первому свежему снегу. Ну, а какую погоду завтра, обещают синоптики калининградцам, расскажем далее. 13 ноября в Калининграде днем пасмурно, плюс 10. Вечером небольшой дождь, но столбик термометра останется на отметке плюс 10. Ветер южный до 5 метров в секунду. Если вы стали свидетелем интересного события или даже успели снять его на камеру своего мобильного устройства, звоните нам в редакцию по телефону 555-085. Ну, а это были все новости, с которыми мы успели вас познакомить к этому часу. Как будут развиваться события дальше, вновь покажет служба новостей город. Меня зовут Николай Храмов. Всего вам доброго и до встречи в городе. Продолжение следует...